Авиакомпания «ЭджипТэйр» сама оформит все документы родным жертв авиакатастрофы аэробуса А320. Иностранцам уже разрешили бесплатно летать на родину, возвращаться в Египет, пока идет следствие. С семьями пассажиров сегодня встретился министр туризма страны. На ход поисковой операции прокомментировал президент Абдель Фаттах Ассиси. Заявление властей выслушала наш корреспондент Юлия Шустрая. В Средиземном море работы по поиску пропавшего самолета А320, судя по всему, стали идти быстрее. Об этом заявляют и местные чиновники, включая президента Египта. Но никаких поспешных выводов по-прежнему призывают не делать. Мы прилагаем усилия, и поисковое оборудование уже отправилось сегодня. Не секрет, что у Министерства нефти есть подводная лодка, которая может погружаться на глубину до 3000 метров. Ее развернули, чтобы обследовать район. Встречи чиновников по поводу крушения А320 стали собираться чаще. В основном они проходят в новотеле, недалеко от аэропорта. Сегодня совещание проводили с министром туризма и представителем Министерства гражданской авиации. В холле их традиционно ожидали родственники погибших. Им выразили соболезнования. Вы знаете, такие инциденты происходят по всему миру. Это все-таки инциденты, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать семьи, тех, кто потерял своих любимых. Мы все чувствуем то же самое. Люди из египетских авиалиний и служба авиационного контроля сделали все возможное. И они продолжают делать то же самое. Безопасность людей остается нашей первостепенной задачей. Работы по поиску А320 ведутся с 19 мая. В этот день около трех часов ночи он пропал над Средиземным морем. Есть данные, что все найденные обломки будут доставлены сначала в порт Александрии, а позже размещены на одном из военных складов для проведения расследования. Тела родственники получат только после ДНК-анализа. Юлия Шустрый, Егор Кочуров. Live в Каир, Египет. Субтитры создавал DimaTorzok